здравствуйте дорогие друзья это серия номер 3 из моего цикла персональный челлендж где каждый день я выпускаю видео несмотря ни на какие жизненные обстоятельства вы знаете я сумасшедше занят каждый день у меня пг марафон более 90 человек под моим персональным видением при этом я еще хочу оставаться хорошим и примерным семьянином и уделять время моим деткам ребята поехали разбираться офигительный вопрос от марии сузанской которая она задала в ютюбе в сентябре сделали тяжелую операцию черепа мне можно пг очень крутой вопрос который мы сейчас детально раскроем поехали мария огромное вам спасибо за то что пишите задаете классные вопросы я хочу сказать что вам не просто можно вам нужно периодическое голодание тяжелая операция черепа это как любая другая травма как любая другая история при которой организм будет восстанавливаться длительное время такие как переломы либо восстановление после дтп не дай бог вам прежде всего нужно иметь высокий уровень вашего самототропного гормона роста который отвечает за заживление за жиросжигание за ваш высокий метаболизм вот только сегодня вы не поверите только сегодня я разбирал анализы наших участников марафона и я их прошу ребята пожалуйста я даю списки которые нужно делать и наша участница вот буквально только сейчас прислала потрясающий анализ за развернутый анализ крови мы посмотрели я всех прошу делать стг анализ да и вот у нас они приставят я смотрю стг самотатропный гормон роста тот который вам нужен для заживления вот непосредственное доказательство только что смотрел на это три раза норма 5 и меньше для девчонок с возрастом 32 года наши участницы у нее отметка 15 2 десятых вы представляете как вы будете заживать восстанавливаться как у вас будут процессы восстановить 300 процентов от максимальной референсной нормы вашего гормона роста будет уровень вашего самототропина до фантастика его всячески заклинаю практикуйте пг по всем правилам практикуйте пг по всем канонам которые я проповедую и предлагаю ничего сверхъестественного сбалансированного питания особенно для девчонок с главным условием ваши жиры являются вашим главным источником калорий не забываем про белки не думаем про углеводы я не говорю что мы должны сделать кета я говорю что мы должны делать палео видео о том что такое палео будет здесь и пожалуйста если вы не знаете что такое инсулинорезистентность посмотрите видео здесь потому что оно будет вам очень полезным все ссылочки на все видео здесь и вы будете заживать потрясающий восстанавливаться потрясающе просто мобильность сумасшедшая я вы заклинаю мари если вы переживаете о каких-то последствиях никаких последствий абсолютно не будет мы видим на примере девчонок которые восстанавливаются после операционных периодов после травм которые если даже не восстанавливаются получают все бенефиты жиросжигания просто потрясающе пожалуйста практикуйте абсолютно ни о чем не волнуйтесь естественно все вопросы которые будут вас задавать внизу в комментариях дальше задавайте и мы с вами двигаемся только вперед